Мел Гибсон вернул себе расположение Голливуда, а Эми Адамс и Мартин Скорсезе наоборот не попали в список номинантов на главную премию киноиндустрии «Оскар». Претендентов на награду 2017 года объявили во вторник. Некоторые стали большим сюрпризом. Романтический мюзикл «Ла-ла Лэнд» – рекордсмен этого года. Он поборется за статуэтку в 14 номинациях, включая лучшего актёра и актрису, лучшего режиссёра и лучший фильм. Таким образом, картина уже вошла в историю, встав на одну ступень с «Титаником» и картины 50-го года «Всё о Еве». Самым заметным стало отсутствие исторической драмы «Молчание» Скорсезе почти во всех главных номинациях. История о двух священниках и иезуитах, странствующих по Японии в 17-м столетии, удостоилась только одной номинации за лучшую операторскую работу. Одной из главных ролей в картине исполнил Эндрю Гарфилд. Впрочем, его не обошли вниманием. Актёр попал в номинанты на Оскар за главную роль в фильме «Мэла Гибсона по соображениям совести». В общей сложности драма была выдвинута в шести номинациях, включая лучший фильм и лучшего режиссёра. Разочарованием стало объявление номинантов для актрисы Эми Адамс. Она не поборется за победу ни за фильм «Прибытие», ни за картину «Под покровом ночи». Несмотря на то, что обе ленты получили одобрительные отзывы критиков. Отсутствуют в списке и другие звёзды, которым прочили номинации. Среди них Аннет Беннинг, сыгравшая в фильме «Женщины 20 века», а также Тараджи Хэнсон, исполнившая главную роль в драме «Скрытые фигуры». Зато французская актриса Изабель Липер неожиданно получила номинацию за роль в фильме «Она», а Ирландка Рутнега за роль в драме «Лавинг». За награду в категории «Лучший фильм», кроме «Ла-ла-ленд» поборются такие картины, как «Лунный свет», «Прибытие», «Молчание» и «Лев». В номинации «Лучший актёр» статуэтку могут получить Райан Гослинг, Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Вига Мортенсен и Дензел Вашингтон. Лучшую актрису будут выбирать среди Изабель Юпер, Рут Неге, Натали Портман, Эммы Стоун и Мерил Стрип. В 89-й церемонии награждения премии «Оскар» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе. Ведущим будет комик Джимми Киммел.